привет друзья с вами вами и это вновь факторио space exploration прошлое видео было не знаю месяц наверное назад если не больше и в этом самом прошлом видео я построил космолифт и этот месяц в течение этого месяца я разбирался с тем как он работает что с ним можно сделать и собственно строил сетап для него и в принципе есть разумный и адекватный вариант это построить примерно такой же этап как у меня здесь на ракетах то есть космолифт это соединение между орбиты и поверхностью планеты с помощью поездов сейчас я отвожу ресурсы ракетами можно было бы вместо всего вот это вот построить примерно такой же по смыслу сетап что там запрашиваются ресурсы тут стоят большие эти контейнеры в них дроны загружают все это все загружается в поезд там не знаю из 10 вагонов или чем такое а и этот поезд уезжает космолифт выезжает на орбите разгружается там дроны все растаскивают по по станциям и все развозится и все это работало бы хорошо и по сути ничего придумывать не надо было бы нового просто скопировать от цвета с небольшими изменениями это конечно можно было бы сделать это было бы разумно легко и эффективно но вместо этого я решил сделать менее разумно легко и эффективно и сделал вот это вот как так в общем космолифт и в данный момент 30 станций к нему привязанных по которым поезда катаются с каждым отдельным лесом с поверхности в космос потом обратно и собственно это 30 станций космолифты здесь 30 станций которые вывозят эти ресы куда-то на орбиту 30 станций связанных с космолифтом на поверхности и еще 30 станций которые привозят рез и космолифту и я все это еще не тестил в таком режиме так что сейчас будем смотреть как это все работает и зачем это все нужно но конкретно давайте сначала посмотрим как она все выглядит на поверхности это все построил вот здесь над моей основной базой а тут когда-то был миллион солнечных панелей на их снес потому что они уже не нужны и тут такой вот сетап он сделан в три отдельных набора станций и он запланирован что сюда можно сколько но еще по 10 по крайней мере добавить проблема в том что может быть мне понадобится больше и тогда придется вот эту переносить немножко ниже но это не проблема это просто рельсы ну да и в итоге здесь 30 просто достаточно стандартных станций разгрузки которых все разгружается и дальше с них идет просто конвейерами на станции загрузки немножко менее стандартный потому что но я сами станции загрузки стандартные кроме того что у них логике никакой нет потому что она не нужна и здесь поезда и поезда едут в космолифт я надеюсь все кстати с правильной стороны поставил вход въезд-выезд едут в космолифт там выезжают на орбите разгружаются и все такое как конкретно это космолифт работает во первых ему нужны ему нужны постоянно эти его кабели он их тратит сколько-то в минуту то есть каждую минуту он тратит 4 с копейками и также каждый раз когда он провозит когда по нему приезжает поезд он тоже тратит какое-то количество то есть 0 0 0 34 умножить на 5 плюс количество стаков предметов в одну сторону если вниз спускать предмет дешевле так что по сути в пять раз дешевле а и все хорошо так что нужно просто ему пригнать эти кабели которые у меня с отдельной станции отсюда приезжают но суть тоже также здесь у меня осталось довольно много лишнего железа так что просто сделал здесь станцию погрузки железо что она отсюда куда-то уезжает про стандартным надо космолифт тратит ресурсы вот он кстати потратил немножко и кроме этого он по сути работает как станция которая существует и на поверхности и на орбите и поезд приезжает на эту станцию и потом он выезжает с нее жену на орбите как-то сделано у поездов поездов это сделано просто что есть вот такой вот космолифт вверх и есть космолифт вниз который на орбите станции с таким названием не существует потому что она не на этой поверхности и это немножко неудобно естественно а то есть по сути как здесь все настроено пояс стоит здесь до полной загрузки на этой станции это станция стрелочка медь космолифт это вот эта вот станция стоит на ней до полной погрузки после этого он уезжает в сторону самого космолифта заезжает в него и при этом он исчезает здесь спавнится на орбите спавнить он на выезде из того космолифта едет оттуда на станцию разгрузки меди полностью разгружается и едет обратно проблема в том что между двумя наборами между поверхностями как между орбиты и поверхностью планеты нельзя передавать лимиты станции по сути то есть я могу тут поставить ограничение количество поездов но поезд который на орбите ему нельзя задать что он поедет в космолифт только если у него открытая эта станция эта станция он поедет в космолифт сразу то есть нужно каким-то образом поезда ограничить по-другому чтобы они не ехали когда не надо и это сделал достаточно просто потому что сам космолифт может еще передавать сигналы так что у меня тут красный провод протянут и у меня ограниченные выезды то есть вот здесь вот выезд он должен быть видимо он должен быть включен да все правильно выезд с этой станции он блокируется если на орбите не нужно медь в данный момент на орбите нужно медь мне казалось она сейчас там не должна быть нужно она может быть может быть отчет не понимаю ну и собственно все это сделано также расписание также их приходится руками выбирать из этого списка то что в этом списке я могу поставить что вот только только орбитальные станции показывать то что здесь я не могу кваснуть там shift кликом на станцию которая не на этой поверхности вроде бы если я могу то я не знаю как но тут есть такая хрень и в этой хрени есть поиск так что в принципе могу скопировать иконку космолифта и таким вот образом легко это все настраивать хотя настраивать это все было практически самый сложный ведь самые нудные вещи в этом всем строить сами станции тоже было достаточно ну да потому что по сути 120 станций 30 станций выгрузки здесь 30 станций загрузки здесь и то же самое только в обратном порядке на орбите ну и собственно какие тут ресурсы с этой стороны посмотрим железо камень крионит теплоизоляция сера витами ванш один из видов гольми синие схемы смазка и дизель здесь в центральной линии в левой линии медь зеленые схемы вулканит конструкции новой плотности уголь и едет а гольмиевые кабели пластик мазут и попутный нефтяный газ и в правой линии стекло сталь красные схемы субстраты для для наук космических другой витамиланж берил вроде так тяжелые балки уран лед с которыми в космосе пока что особо не имел дело и кислота просто тот набор по сути который у меня вот здесь только раскиданный по этим станциям кроме топлива с которым нужно будет что-то тоже придумывать и кроме наук которые наверное так и будут присылаться ракетами то что мне кажется от сильно удобнее чем делать либо по одному поезду для каждой науки либо делать какую-то странную сортировку но да проблема космолифта в том что он получился очень далеко и непонятно где потому что у него одни и те же координаты на поверхности и на орбите если не могу поставить на орбите его вот здесь а на поверхности при этом где-нибудь вот здесь так не получится где его в одной в одном месте ставлю там же он ставится и другом месте и как бы у меня немножко по-разному база построена что эта база построена во все стороны от центра карты то есть ближайшие это ну типа может быть я мог бы немножко ниже построить но все равно достаточно высоко или достаточно далеко вправо влево вниз куда угодно космическая база у меня построена по сути вниз от центра карты то есть вот центр карты может быть надо было строить справа или слева было бы менее удобно может надо было строить справа она была бы где-то здесь но я уже начал строить там и потом я уже достроил там но да как так она все выглядит есть немножко подробнее расскажу как она работает но давайте попробуем это все включить и посмотреть работает ли она перед тем как смотреть объяснять как именно она работает поезд поехал поезд поехал поезд поднял они не поедут сразу потому что у них очередь поезд поехал поезд поехал это туда же 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 и это туда же даже не то чтобы прям большая очередь так что они, в принципе, нормально уезжают. Надо тут сигналов еще расставить, чтобы они быстрее разъезжались. Тут тоже все поехали. А это никуда не поедет, потому что у него нет ресурсов здесь. У меня есть некоторые проблемы с Витом Меланджем в данный момент. И тут, поскольку я их сейчас все одновременно включил, и поскольку у меня всех этих ресов нет на орбите, то они все будут тут стоять и тупить очень долго. Но это нормально. Так. 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 Это тоже никуда не поедет. Нет, ты стой здесь. Надо их вообще на свою же станцию отправлять. На случай, если они не полностью загружены или что-нибудь такое. Окей, все ли я включил? Понятия не имею. Потом разберемся. Ну, в общем, да. Здесь также сбоку станция с топливом, с кабелями. И опять же, у меня пока это... Я тестировал этот сетап на меди и железе. И потом немножко все перестраивал. У меня осталось лишнее. Меди и железо. Так что я их сюда просто загружаю в поезд, и он уезжает, как любой нормальный поезд, с меди и железом. Это нужно вообще отключить. И на этой станции должен быть лимит в ноль, по идее, да. Ну, и посмотрим, что тут у нас происходит. Тут у нас все хорошо происходит. Ну, и в общем, да. Поезда отсюда выезжают, направляются куда-то на свою станцию. Приезжают на свою станцию. Разгружаются. Дальше оно просто по конвейерам переезжает на соседнюю станцию. Тут же оно сразу перебалансируется, что типа это 4 на 3 балансер, там где-то 4 на 2, который просто 4 на 4, из которого только два выхода взяты. Где-то 4 на 1, который просто вот такой вот. И это все нормально. И дальше оно тут загружается. Это совершенно стандартные станции, такие же, как у меня на моей вот этой вот базе. И тут мне пришлось поставить ограничение поездов везде, настроить, потому что у меня оно не было настроено. Но, по сути, это просто скопировать один и тот же стап и поменять немножко цифры. В остальном, это абсолютно стандартные станции с абсолютно стандартной логикой, кроме того, что я им добавил один дополнительный комбинатор, который проверяет, открыта ли станция, есть ли тут какой-то лимит количества поездов равный, ну, больше или равный единице, и если он больше или равен единице, то оно выдает ресурс, который на этой станции, как единичку в эту сеть. В красную. И это все едет обратно. Как оно тут все встало. Это может быть нехорошо. Это явно нехорошо. Ладно, сейчас разберемся. Блин, мне не очень нравится новый интерфейс этого режима. Тут он тоже все встало. Интересно, почему. Типа, куда этот поезд? Этот поезд пытается проехать сюда. Оно просто не может выпустить следующий поезд из-за этого... Ну, короче, оно все встало из-за того, что сам космолифт немножко нехорошо работает. Видимо. Я не уверен, что с этим можно сделать. Типа, тут проблема в том, что космолифт он проверяет, может ли он выпустить поезд, но он проверяет только видимо без учета цепных сигналов. И при этом эти поезда, когда въезжают в космолифт, они не проверяют, что дальше. То есть он работает не как цепной сигнал, а как обычный. Видимо, в этом проблема. Ха. В таком случае, то, что я это сделал таким тройным сетапом, это мне все слегка руинит. Потому что, если бы это был одинарный сетап на 30 станций в одну линию, то такой проблемы бы не было, потому что они бы все по кругу катались без развилок. А тут эти развилки, и из-за этого получается, что этот поезд не может уехать, и из-за него все эти поезда сюда не приезжают. Ммм, вообще я знаю, как это можно пофиксить. Можно просто здесь поставить цепные сигналы везде. или просто каким-то образом разделить нужно будет линии. Типа, линия, в которой поезда едут слева и заезжают сюда, чтобы она была не той же линии, по которой поезда выезжают из этой хрени. это будет сильно-менее красиво. Но я знаю, как это может быть можно пофиксить. Ладно, нашли проблему, но пока что, да, вернемся к этому. В общем, выдается сигнал с тем ресурсом, который, который здесь, который на этой станции. Дальше этот сигнал идет в лифт, переходит в другую сторону, идет сюда, и здесь, если этот сигнал есть, там достаточно этого ресурса. Правильно. Вроде бы да. И тогда тут не, наоборот, недостаточно этого ресурса, значит, открыта станция. Если этот сигнал есть, то эти выезды не блокируются. И все. Так, ну теперь давайте попытаемся каким-то образом с этим разобраться. Я правда не совсем уверен, каким именно. Я могу, я могу, могу сейчас дистанционно это пофиксить, отправив этот поезд куда-нибудь, не знаю, на одну из этих станций. Нет, не поможет. это опять поезд. Мне нужно этот поезд куда-то отправить. Ага. Не, ну это так сработает. Это все поезда будут объезжать через ту сторону. Так же, почему ты? А, потому что отсюда тоже нет, блин. Хотя это было немножко зря. Потому что отсюда нет выезда направо. Ладно, пока что встань вот туда, чтобы не блокить выезда. хорошо. Ну, пока оттуда не приедет поезд, который едет направо, то все окей. а почему у меня этот режим? Ладно. На долго ли подчинялось? Не очень. Они, причем, как-то еще странно выезжают и тормозят. Что значит пункт назначения занят, че? Хотя бы сюда не пусть, а, не, он занят, потому что я туда свой поезд поставил. Окей. Ну, этому поезду я могу пока что сказать сваливать. Короче, я знаю, что я сделаю. Я сяду. Нет, джетпак. Не могу сесть в поезд, когда у меня джетпак. Я сяду в этот поезд, отгоню его назад. И он теперь заблочен и не может уехать. В том плане, что он вручном режиме. Этот поезд я отгоню сюда. Тоже поставлю вручной режим. И это не поможет. Это вообще не поможет. Хотя, это поможет. Так? Так. Хорошо. Все, теперь здесь кусок свободен. И теперь я могу этот кусок переделать. Проще было бы, наверное, загрузиться до того, как я это все запустил и там переделать. Окей. Как это тогда должно работать? Тогда эта линия идет сюда. А эта линия идет, типа, сюда. Да? Это будет немножко странно. Это будет особенно немножко странно, потому что вот так соединить не очень получается. пусть будет вот так, например. Тут сигнал, тут сигнал. Это сигнал на выезд здесь. Куда ты пытаешься? Пытаешься туда. Вы хотели все-таки сделать немножко еще красивее каким-то образом. Хотя, наверное, стоит сейчас протестить, и если оно работает, потом уже делать красивее. Если так, все включить. станет лучше. Потому что теперь поезд, который проехал сюда. непонятно. Теперь они все стоят из-за того, что очередь, видимо. А, из-за того, что вот этот вот. Окей. Чао, давай ты обратно в лифт. Ты теперь не можешь обратно в лифт. Ну нет, стоп, ты вполне можешь обратно в лифт. вот так. И вот так. Ну да, теперь поезд, который стоит вот здесь, он не блокирует путь тем поездам, которые сверху едут. Направо. В этом была основная проблема. Это можно было пофиксить сильно проще? Я, пожалуй, сделаю это. Я загружусь. Так. Это понизит эффективность то, что я сейчас сделаю по сравнению с тем, как бы оно работало, если бы оно работало. но я могу просто тупо поставить здесь, убрать этот сигнал. И тогда поезд не заедет сюда, если он не может проехать вот сюда. И тогда все должно нормально работать. Надеюсь. почему-то у меня фпс-фактор перестал нормально работать. Может быть слишком большая карта или что-нибудь такое. Ну ладно. Так. Могу так? Да, я могу так на поездок кликать. Это не работает, если я кликаю на станцию вместо поезда. А тут, кстати, тоже нужно это снести. Тут нет дронов. И так тоже не получится правильно, да. Я надеюсь, поезда будут считать этот сигнал несуществующим, если он... Да. Если он отмечен на удаление. Ну тогда ладно. Так. 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 И так. Ну и посмотрим, как он теперь будет. Тут все постепенно разгружается и с этим все хорошо. Тут немножко нестандартная разгрузка, но просто я хочу, чтобы это всегда было пустым. И по возможности вот эти вот цистерны проверять. Хотя я тут, кстати, не совсем. Ну не, я считаю. Наверное, мне стоит тогда больше цистерны поставить. Типа вот так хотя бы. Теперь, если эти цистерны полные, их тоже подцепить. и даже если эти пустые, то оно сюда не запрашивает поезда. Так. ну алис с одного на этой стороне естественно не полная. Ладно. ну в таком варианте вроде бы все работает и ничего не блокируется. Правильно? Вроде бы. Этот поезд сейчас стоит, потому что он пытается туда проехать, но там, да, это вот как раз поезд, который заблокировался. Типа, тут поезд стоит и не может уехать, этот поезд стоял бы здесь и не давал бы вот этому поезду проехать направо. А так все работает. Но опять же еще эффективнее было бы просто разделить это на две линии, что одна линия идет сюда, а другая линия идет сюда, но тогда и в другую сторону также нужно будет. Ну хотя не, в другую сторону не нужно будет, потому что они с разных сторон приезжают. И я могу это сделать проще, чем то, что я там пытался сделать. Окей, на такой высоте будет нормально. Типа нет. Да. Так. Субтитры делал DimaTorzok Наоборот, что тебе это должно вверх уходить И вверх немножко сложнее Ну, кстати, не, можно вот так Не снести вот этот кусок Типа вот так Будет ли это лучше? Нет, потому что... А, ну, собственно, это вот так тогда не идет, правильно? Вот так это должно быть лучше Будет ли это красивее? Не особо Может быть, тогда лучше было бы Вот эту линию так сделать? Ну или нет, не так как раз Вот так Нет Я просто не то делал Ну или как раз не, а как раз то Я, блин, путаюсь там Какая линия, куда должна идти Так, это я пока что снесу на минуту Типа эта линия должна быть вот так Надеюсь, ничего не сломается А эта линия Должна быть вот так Теперь получается Так, так А, нет А, нет Естественно И здесь Вот так Красивее ли это? По-моему, нет Все равно Но так, по крайней мере, типа эти поезда едут По этой линии Эти поезда По этой линии Они вот здесь вот пересекаются Но тут все с сигналом нормально Так что они друг друга Ждут как Как надо В теории Но мне кажется По Тому, как оно выглядит Самый первый стап был лучше всего Что просто сигнал снести Так оно чуть-чуть эффективнее работает Потому что поезда ждут здесь, а не там Но разница Не особо большая Так что Нет Так 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 Для симметрии так, наверное Хотя Хотя Для симметрии, наверное, правильно Так будет Вроде бы Вроде бы Ну да И теперь у меня есть космолифт Насколько быстро он выжирает Ну не то, чтобы прям супер быстро Или может быть Это на одной стороне Смотрите Чтобы в теории Но должно быстро тратиться Каждый раз, когда Поезд приезжает Но поезда приезжают Им как-то пофиг Ну ладно Еще помимо Передачи сигналов Передачи поездов Космолифт переводит энергию Но это сделано Немножко криво В том плане, что он не объединяет Эти энергосети А он именно из одной в другую Может передавать энергию И проблема в том, что В русской версии Интерфейс немножко Короче, оно не влезает Что я могу По дефолту он вообще никак Не взаимодействует Я могу клацнуть, чтобы он передавал вниз То есть с орбиты На поверхность будет приходить энергия И он выдает 5,9 почему-то Я не уверен, почему Может быть это максимум Который он может передавать Или можно передавать С поверхности на орбиту Но я не могу это клацнуть Потому что оно не влезает Если переключить Игру на английскую версию То можно будет клацнуть И там все окей Но в русской версии Эта хрень не влезает Почему-то Ну ладно Как тут все работает Тут все работает нормально Все ресы есть Кроме Витамин ланжи Которого нет на поверхности Другого витамин ланжи Которого нет на поверхности Что тут Типа Изоляция Да, она забита А Тут немножко Тут был немножко криво скопирован балансер Только тут Только тут Это проблема Не, не только тут Вот здесь тоже Да Да Балансер за что? Это проблема в том плане Что Это будет неравномерно использовать Приходящие ресурсы Из-за этого там Проблемы с лимитами Что типа Тут оно было криво В этих Ящиках Сильно больше Чем в этих Ну не сильно На самом деле Так что Быстро заметил Так что Наверное все хорошо Точно все остальное норм Точно все остальное норм Ну ладно Вроде бы Все работает Теперь у нас есть рабочий космолифт Я понятия не имею Насколько Эффективно Это будет работать В плане того Что этим поездам Нужно 10 километров Ехать До моей базы Может быть Это будет проблемой Может быть Мне нужно Будет все-таки Сделать Вместо Вот этого Сетап На поезде Который будет Один Загружаться Дронами С логикой Приезжать сюда Разгружаться И это можно будет Построить где-нибудь здесь Потому что Это займет Не вот столько места А чуть меньше Типа может быть Придется там Один блок На поверхности Снести Чего-нибудь Или один блок Здесь снести Чего-нибудь И переместить В другое место Но это не так сложно Потому что Такое уместить Где-нибудь тут Это мне нужно По базе Перестраивать Правильно Особенно Учитывая Что здесь Расчет на то Что я могу Это раза в три Удлинить Без особых проблем Но если это Один поезд То наверное Это немножко проще Но Да Также Я сделал Вот что Я первых Сделал станцию Сортировки воды Космической Потому что у меня Есть Станция Которая выдает Космоводу Вот эта База Это очистка воды И она выдает Космическую воду Удивительно Я поставил ее Как приоритетный выход И у меня даже Есть один поезд Который возит Приоритет на эту воду У меня есть Эта база Которая выдает воду И у меня теперь Будет еще Эта база Которая выдает воду И делает ее Изо льда Здесь По сути То же самое Что тут Но немножко Более масштабно И изо льда Который на поезде Приезжает У меня не было Поезда со льдом До текущего момента Теперь будет Надо будет еще Кстати Здесь что-то придумать С топливом Потому что тут его нет Это слегка проблема Тут есть Сундуки Запрашивающие топливо И дроны Которые Ну нет Дроны тут как раз нет Тут есть Дрон станции И дроны Которые в теории Могут от топлива Развозить Но оно сюда не привозится Ни с поверхности Ни на орбите Наверное Это не проблема Типа эти поезда Могут в любом Другом месте Заправляться Это не тот поезд Стоп Это вообще не Это вообще не тот поезд Вот это то Где я хотел Ты строить Так И этот поезд Будет полностью Погружаться здесь И полностью Разгружаться Вот там Это пока что Единственное место Где мне нужен лед Но это пока что Наверное Может быть Это в принципе Единственное место Где мне нужен лед О, так же Мне нужно что-то еще Переделать в моих станциях Потому что в таком варианте Это будет не очень Эффективно работать Так Что насчет остальных станций Тут все загружается Тут все загружается Тут все загружается Везде все загружается И везде все хорошо Тут ничего не загружается Потому что у меня нет В этой меланже Это проблема Которую надо будет Когда-нибудь в другой раз Решать И тут все тоже Достаточно хорошо И равномерно Загружается Можно будет добавить Сюда просто Пояс с топливом С обычным И где-нибудь Типа здесь же Базу Которая будет ядерная Топливо делать Из обычного Или еще что-нибудь такое Потому что Так оно у меня здесь Делается Вот таким вот образом Ну или можно Забить и здесь делать Ну да Что еще Еще я вот эту базу Перенес И немножко расширил Эта база Которая производит Химический гель У меня было Типа 5 заводов Без маяков Я сделал 8 заводов С маяком И оно у меня было Вот в эту сторону Повернуто Оно было здесь же Но Типа Вот так вот И это не очень Работало с тем Как я хотел Этот космолифт построить Так что Я ее просто снес И переставил В другое место Базу с водой Я рассказал Сортировку воды Я рассказал Здесь вот Оставшийся Этот химический гель Который я свозил С той базы Перед тем Как ее пересобирать Что еще На поверхности Я много чего еще делал В плане ресурсных баз И их менеджмента Но это не что-то интересное Типа Не помню По-моему Я до прошлого видео Еще вот эти вот базы строил Ну короче Какие-то базы Там Может быть Эту базу с железом Я уже не помню Что именно Но я какие-то базы сносил Которые закончились Типа вот таких вот Которые совсем закончились И парочку новых я строил Может быть Вот это кстати Просто с базовыми ресурсами Типа там Железо Медь Камень Может быть Это было Это было где-то До того Как я строил Все это Связанное С этим космолифтом Так что я не особо Помню Что это было Кроме этого Я опять же Совершенно не помню Показывал я эту базу Или нет Мне кажется Что да Но я строил базу Для пластика Потому что у меня С ним были Некоторые проблемы Может быть Это было До прошлого видео Но это просто База Которая делает А я нефтебазу Еще одну построил Или две Что типа Вот это вот Я должен был показывать И по-моему Эту тоже Потому что я ее давно строил Но это по сути То же самое Скопировано Еще раз Потому что мне не хватало Нефтепродуктов Мне все еще Видимо не хватает Нефтепродуктов Потому что Стерны пустые По сути Но тут тоже Со стороны Пустые По сути Так что Может быть Теперь мне не хватает Нефти Похоже на то Так что Нужно занимать Новые базы С нефтью Я также Переместил Базу Которая строила Космическую науку И базу Которая строила Как раз Вот эти вот Куски Космолифта Потому что Они были Где-то вот здесь И это мешало Но это Достаточно просто Что типа Я Закрыл на ней Входы Чтобы туда поезда Не приезжали Построил Такую же хрень В другом месте Первую хрень Снес Перенес ресурсы руками Долго Занудно Но Не сложно Очевидно Ну и в общем Да Теперь Недостатка ресурсов Особого У меня в космосе Быть не должно В ближайшее время И эти станции Как бы они уже работают Они уже активны Типа этот поезд Если Если у меня Кончится на этой базе Какой-то из этих ресурсов То у меня поезда Будут в других местах И кстати Об этом Это мне теперь тут не нужно Это мне теперь тут не нужно Это мне тут все еще слегка нужно Так что пусть доставляют Как и топливо Все бочки с жидкостями Мне не нужны Схемы Вулканит Крианит Другие схемы Камень Короче все вот эти вот ресурсы Отсюда можно убрать Разумно было бы на самом деле Не удалять их сейчас отсюда А скопировать сначала Чтобы где-то в другом месте У меня были эти запросы Чтобы если что Можно было их восстановить Но опять же Разумно это не Не о том что я тут делаю Это Аккумуляторы Надо Хотя аккумуляторы у меня здесь Прямо используются на моле И да Поскольку здесь мол Может быть Разумно было бы Небольшие запросы Оставить по крайней мере на все это Что-то вместо 45 тысяч Поставить 5 тысяч Но нет Я не буду Соленоиды пусть остаются Это нормально Что-то еще здесь есть Нет Здесь тоже все только Короче все то что там не происходит Уран я оставлю Ну и теперь ракетами сюда будет доставляться В разы меньше вещей И это хорошо Потому что эти ракеты Были слегка перегружены И не могли Справиться С доставкой всего Ну при условии Что все здесь у меня работало И особенно при условии Что я строил что-то новое Потому что сейчас тут Все немножко простаивает И в принципе ракет хватает А я хотел Еще одну вещь кстати сделать Может мне немножко не нравится Моя скорость исследований Так что я думаю Воткнуть сюда маяк Насколько это хороший план Понятия не имею В таком варианте Ни на сколько Ну вот так вот Немножко получше Не то чтобы мне было Что исследовать особо В данный момент Типа у меня исследуется Безопасность ракетных грузов И все такое Я могу исследовать Всякие гравиметрические центры И все такое Но это нужно сначала думать Какую науку я делаю следующий И что я делаю С этой следующей наукой Я на самом деле Не уверен Давайте посмотрим Что у меня близко Из наук Биологическая Даст мне Следующий модуль продуктивности Что Юзабельно Но не особо нужно Я и пятый Пока что не использую Нигде по сути Плюс всякое Жизнеобеспечение Плюс потом она Для более крутых компов И еще более крутых Модулей продуктивности Короче не Это выглядит Как самый плохой вариант Правильно Вторая Тем более Ну не Это вторая кстати Да Вторая фиолетовая И вторая желтая У меня уже есть Так что я выбираю Между второй синей И второй зеленой Или третьими Какими-нибудь Но третья биологическая Она отдает компы Вместе с третьей фиолетовой И третьей желтой Но это как Тоже так себе план Давайте посмотрим на синюю Синяя Дает мне что Строительные пилоны У меня уже есть пилоны Подстанции Я не уверен Что мне нужны пилоны С областью строительства Это выглядит Как что-то не супер Мега полезное Так что Э Типа Оно что-то делает Но не что-то Прям супер Нужное Ракетная шахта Космического зонда Позволяет дешево Запускать спутники И запускать зонды Которые нужны На более поздней науке Так что это наука Для более крутых наук Суперзарядка Заряжает дронов массово Это в теории Достаточно полезно Бериллиевые конструкции Малой плотности Дешевле Наверное Производят С чем То Что я сейчас могу себе позволить Это наверное Тоже достаточно полезно И потом Третья Синяя наука Это Энерголучи Вместе с Третьей желтой Третьей фиолетовой То есть все Кроме зеленой И так же Это космические корабли Один у меня уже есть Но хотелось бы Хотелось бы больше И туда же Реактивный костюм 3 Строительный пиван С радаром И все такое Так что в принципе Синяя звучит как Что-то полезное В дальнейшем Что насчет Третьей фиолетовой Где она вообще Третья фиолетовая Это тоже Энерголучи Энерголучи Это во-первых Оружие Это Лазер Которым можно Выжигать другие планеты Ну Любые планеты Он строится Где-то На орбите Желательно Какой-нибудь Вообще Наверное Желательно На орбите Солнца Но в принципе В теории Он строится Где угодно Где есть Энергия Правильно По-моему Это так работало И можно По любой планете В каком-то там Радиусе стрелять И так же Энерголучи Это передача По-моему Кстати Энерголучи Которые оружие Они где-то дальше Открываются Но так же Это передача Энергии Между планетами Что Может быть Даже ценнее Так что Это интересно Тоже Строительные пилоны С радаром Суперкомпы Вторые Но они потом Нужны В какой-то момент Универсальные Симуляции Окей Вот это Вот мне интересно Это наиболее Эффективное Производство Важных данных И по сути На самом деле Оно требует Первую науку Всех видов Но оно требует Вторые компы А вторые компы Это третья Энергонаука Так что Я думаю Стоит двигаться В этом направлении Все-таки Но так же Может быть Нет Что насчет Третьей желтой Тогда Если уж Третий Смотрим Третья желтая Тоже Строительные пилоны Энерголучи Проектор Щита Для космических кораблей Модули скорости По сути Ничего прям Супер критически важного По сути Ничего прям Супер критически важного Ни в одной конкретной науке Уже не осталось То есть Мне нужно Собирать Все сразу И желтую И синюю И фиолетовую Ну и поскольку Желтый и фиолетовый У меня уже есть вторые Так что Следующий Наверное пойдет Вторая Синяя Также Это позволит мне Открывать целевые зоны И потом Уже будем смотреть Насчет третьих И насчет Космических кораблей Второй зеленый У меня нет Да Так что Это все мне не нужно Ну ладно Также Третья фиолетовая Это тоже вариант Ради скорости дронов Типа Если пассивные Пассивные исследования Смотреть То Вторая биологическая Ради продуктивности Добычи Это тоже интересно Но также 10% Это не так уж много Я думаю Я думаю Я все-таки Буду делать По порядку В том плане Что я уже Сделал все первые Теперь я сделаю Все вторые И потом только Буду начинать Третьи Но из Из вторых Я думаю Синю стоит сделать Первый А зеленую Второй Хотя Сама по себе Она не так уж Много всего полезного Дает Ну или может быть Я недооцениваю Строительный пион И шахты Космического зонда И суперзарядки Может быть На самом деле Это все очень Крутые и полезные вещи Ну да Также У меня Есть Проблема С Витамиланджем Проблема С витамиланджем Заключается в том Что его нет Хотя сейчас Он есть Но он Как-то очень Очень изредка Приезжает Проблема в том Что я его Из ядра делаю Ядро Само нужно Для какой-то Из биологических Наук потом Так что Разумно его Из ядра делать Но также Ядро это Оно добывается Очень медленно Это здесь было Так что Получается Что типа Этот поезд На четверть Загружен Этот поезд На две трети Загружен Этот поезд Тоже на две трети Загружен И все И сейчас Один только что Разгрузился Оно тут Сейчас загрузит Эту ракету На чуть-чуть Ну короче Эта ракета Летает раз Не знаю Там В минут 40 Потому что Просто Это ядро Добывается Настолько Медленно Так что Я думаю Мне нужно Что-то Что-то Сделать С витамиланджем В плане Его добычи Не только Из ядра Так что Может быть На самом деле В следующий раз Мне стоит Слетать сюда Еще раз И Сделать здесь Еще и Переработку Какую-то Витамиланджа Ну или Может быть Не Я хотел сказать Или может быть Не здесь Но нет Смысла Не здесь Потому что Здесь у меня Есть хорошая Планета С витамиланджем Которая Полностью Зачищена Планета С витамиланджем На них Немножко Метеоры С кусаками Так что Их нужно Полностью Зачищать Перед тем Как селиться Или строить На них Эпичную Оборону Эпичная Оборона Это не то Чтобы Прям Супер Супер Хороший План По-моему Легче Зачистить Планету Так что Стоит Прилететь Сюда Еще раз Построить Здесь Еще пару Реакторов И построить Здесь Какой-то Комплекс Который Будет Производить Не фрагменты Ядра А Собственно В какой-то Степени Переработанный Витамиландж Наверное Стоит Запланировать И Посмотреть В какой степени Его нужно Перерабатывать Если брать Сам Витамиландж Он добывается Просто Витамиланджем Перерабатывается В самородке Правильно Это Дает Сразу же Древесину И камень Окей Если считать По входу Если у меня 180 Так Да Все правильно Если у меня Не 180 А типа Полный вагон Это типа 20000 Нет 20000 Два с половиной Полных вагона 800 Это полный вагон То это Выдает мне Вагон С лишним Такого Витамиланджа А если Такой Дальше Переработать В цветущий То это Выдает Меньше Вагона Цветущего Это требует Песок Который Делается Из этого же Камня И у меня Останется Лишний Песок Нет У меня Не останется Лишний Песок Мне нужно Больше Песка Чем Чем Делается Из этого же Камня Здесь Мне нужно Будет Еще Камень Здесь Добывать На песок И каким То Образом Фильтровать Чтобы В первую Очередь Тратился Этот Камень Дальше Он Перерабатывается В пряный Витамиландж С помощью Вулканитовых Кирпичей Которые Доставлять Как-то Не очень Хочу Это Производит Еще Метан И Экстракт Витамиландж Наверное Это Слишком Сложно Для Того Чтобы Это Здесь Проводить Так Что Получается Такой У меня Цикл Я на этой планете Строю Измельчители Измельчаю Витамиландж Что-то делаю С древесиной Сжигаю Просто Или там Еще Что-нибудь Пофиг Древесина Это легко Перерабатываю Камень В песок Добываю Здесь Еще Дополнительный Камень Потому что Этого Песка Не хватит И потом С водой Которой Тут полно И этим Песком Самород Перерабатываю В цветущий Витамиландж И цветущий Уже Отправляю Звучит Как хороший план Может быть Есть ли здесь Камень В достаточных Количествах Потому что Чуть-чуть камня Наверное Тут где-нибудь Есть Так Камень 5 ламов Там 10 ламов Там 18 ламов Там В принципе Можно там Взять Вот это Вот Пятно В 30 ламов Витамиландж Это Пятно Камня Где-нибудь Здесь Расположится Ну Или Поближе К базе Поезда Здесь У меня Уже Есть Так Что Можно И на Поездах Сделать Загружать В эту Же Ракету Все И потом На выходе Фильтровать Это Не проблема Не могу Здесь Нет У космолифта Есть Кнопка Посмотреть Что На другом Конце Происходит И ракет К сожалению Нет Посмотреть На посадочную Площадку Ладно Я пока Что Отсюда Улечу Немножко Вот Этого Космолифта Вообще Не Я могу Улететь За кадром Я пока Что Посмотрю На посадку Витамиланжа Он прилетает Сюда Все еще Но это Можно Переделать Взять Мою Стандартную Схему Вот Такую Вот Но тут Отфильтровать Что На эти Четыре Линии Выкладывается Ядро На эти Четыре Линии Выкладывается Готовый Витамиланж Правильно Плюс Побочных Продуктов Там Нет Кроме Песка Который Используется Дальше Ну и Дерево Которое Можно Зажигать На месте То есть Прилетать Будет Только Витамиланж И ядро Ну и Всякие Там Остатки Ракеты Все Так что В этом Плане Все Будет Достаточно Просто И Легко Окей Ну Тогда Наверное Сегодня Я все Таки Закончу В этом Видео Я ничего Нового Не построил И только Разбирался С космолифтом Но зато Мы посмотрели Как он Работает Потестили Пофиксили Все что Нужно Было Ну Надеюсь Все что Нужно Было Пофиксить А И теперь У меня Есть космолифт И более Эффективная Доставка Ресов На Орбиту И там Даже Все Работает Вроде Как Самому Не стоит Может Быть Она Просто Не Работает Что Со Мной Поезд Еще Что Но Где-то Я видел Инфу Что Не стоит Кататься В поездах Которые По космолифт Проезжают Так что Я пожалуй Не буду А поскольку Я теперь С орбиты Кстати Передаю Энергию На поверхность То стоит На орбите Расширять Солнечные Панели Но это Я просто За кадром Накопирует Сетап Еще И пусть Расширяется Эту Базу Я по большей части Снес За кадром Опять же Тут У меня есть Огромная Раз у меня Тут уже Есть Рядом Станция Можно Просто Еще Одну Линию Сделать Подцепить Сюда Трубу И пусть Увозят Отсюда Эти Белые Отходы Может быть Это план Но В общем Да Сегодня Я ничего Особо Не построил Но зато Хорошая новость В том Что Я вот Это Все Построил И Дальше Наверное В идеале Видео Будут Немножко Чаще Выходить Чем Раз в Несколько Месяцев Потому Мне не Нужно К Следующему Видео Строить Еще Один Такой Же Огромный Эпичный Сетап Вроде Б При Условии Что Этот Не Сломается Пока Я буду Чего Нибудь За кадром Еще Делать Или Фиксить Но На сегодня На этом Все Я Надеюсь Вам Понравилось Это Видео Спасибо За Просмотр С Вами Бываем Пока